Святитель Иоанна Златоуса на первое послание к Тимофею. А беседа называется «О власти и чести, которыми Бог почтил человека». До каких пор будем прилипляться к тленам, до каких пор будем прикованы к земле, и как черви будем присмыкаться в грязи. Бог дал нам тело из земли для того, чтобы мы его возвели на небо, а не для того, чтобы через него душу низвели в землю. Оно, тело, есть земное, но если я захочу, будет небесным. Смотри, какую честью Он нас почтил, позволив нам совершить такое дело. «Я сотворил, — говорит Он, — землю и небо. Даю и тебе творческую власть сотворить землю небом, ибо и ты можешь это сделать». Такую же власть Он дал и людям, подобно тому, как чудолюбивый Отец, «Занимаясь живописью, не только сам упражняется в этом, но и сына хочет довести до одинакового с ним совершенства. «Я сотворил, — говорит Он, — прекрасное тело. Даю тебе власть создать нечто лучшее. Соделай и прекрасную душу. Я сказал, да произрастить земля, траву и древо плодовитое, — Бытие 1.11. Скажи и ты, да произрастить также земля, собственный плод, и произойдет то, что по твоему желанию должно произойти. «Я творю лето и мглу, утверждаю гром и созидаю дух. Я создал змея, чтобы ругаться над ним, то есть дьявола. Не позавидовал я тебе и этой власти. Ругайся над ним и ты, если хочешь, ибо можешь связать его, как птичку. Восевая солнце на злых и благих, подражай и ты. Раздавай свои стяжания и добрым, и злым. Будучи оскорбляем, терплю и благодарю оскорбивший меня. Подражай и ты, ибо можешь сделать сие. Я благодетельствую не ради воздаяния. Подражай и ты, и делай добро не ради воздаяния, и не ради награды. Я вожег светила на небе, вожги и ты светила, блистательнее сих, ибо можешь сделать сие. Просвети заблудившихся. Дак познать меня есть большее благодеяние, нежели доставить возможность видеть солнце. Ты не можешь сотворить человека, но можешь сделать его праведным и благоугодным Богу. Я сотворил существо, ты украсть намерение. Смотри, как я люблю тебя, и что я дал тебе силу даже в более важных делах. Видите, возлюбленные, как мы почтены. И между тем, некоторые несмысленные и неблагодарные говорят, для чего мы одарены свободной волею. Если бы у нас не было свободной воли, то все, о чем мы говорили, и в чем можем подражать Богу, не могло бы составить для нас предмета подражания. Я управляю, говорит он, ангелами, и ты через начаток. Я восседаю на царском престоле, и ты совосседаешь мне через начаток. Как написано в Ефесянам 2.6. И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Тебе поклоняются херувимы и серафимы, и все ангельские силы. Начало власти, престолы, господство через начаток. Не порицай тело, которое сподобилось такой чести, Пред которым трепещут даже бесплодные силы. Но что скажу еще? Не этим только изъявляю я свою любовь, но и страданиями моими. Для тебя был я оплеван, заушен, уничижен. Я оставил отца и пришел к тебе, ненавидящему меня, Отвращающемуся от меня и не желающему даже слышать мое имя. Я шел вслед за тобой и догонял, чтобы удержать тебя. Я соединил и сочетал тебя с собою. Ешь меня, сказал я, и пей меня. И горе держу тебе, и долу соединяюсь с тобою. Разве недовольны для тебя, что начаток твой я держу горе? Разве это не удовлетворяет твоей любви? И опять я сошел на землю. Не просто смешиваюсь с тобой, а соединяюсь, снидаюсь, раздробляюсь на малые части, Чтобы произошло великое растворение и смешение и соединение. Ибо соединяемое пребывает в своих пределах, а я воедино сливаюсь с тобою. Я не хочу быть чем-то средним. Хочу, чтобы мы оба были одно. Поэтому, зная сие, и великое его о нас попечение, все будем делать, Чтобы мы могли явить себя не недостойными великих его даров, Которыми досподобимся все мы. Получить благодатью и человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, С Которым Отцу вместе со Святым Духом слава держава честь, Ныне и пристно, и во веки веков. Аминь. Аминь.